Валерий Меладзе попал в грандиозный скандал. Исполнитель все это время скрывал свое мнение по поводу спецоперации, правда весной он уехал из России, но вскоре вернулся и продолжил работать в Москве. Никаких заявлений артист не делал и держался в стороне от острой темы. Но скрыть свое истинное лицо Меладзе не смог. Во время корпоратива в Дубае Валерия вынудились делать признание. Исполнитель хита Сера после изрядного подпития стал общаться с поклонниками. Один из зрителей спровоцировал певца, предложив ему продолжить националистический лозунг. Меладзе вместо того, чтобы не вестись на провокацию и промолчать, стыдливо отодвинув подальше микрофон, шепотом еле слышно сказал то, что он него требовали. После чего попросил зрителя не развивать тему. В тот момент Валерий едва держался на ногах, а в руке держал бокал с жидкостью. Просьбу артиста поклонник не выполнил, он выставил видео в сеть, после чего на Меладзе обрушилась волна хейта. Россиян возмутило, что зарабатывающий в нашей стране артист публично поддержал Украину. Политики и общественные деятели готовят для Валерия наказание. Певца требуют признать иноагентам и отобрать у него российский паспорт. Соответствующие заявления поданы в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Однако нашелся у певца и защитник. В поддержку Меладзе выступил от Аркуши Нашвили. Журналист призвал пощадить исполнителя. Я обожаю Валеру Меладзе, а Валера Меладзе обожает меня. Но должен ли был говорить публичный человек, столб эстрады то, что он сказал, там, где он это сказал, и то, как он это сделал? Нет, не должен был. Каждый второй в стране, прокурор, каждый четвертый доносчик, и о того, что заткнут блестящего пивуна и небезразличного парня, никто не выиграет. Господину Карабанову и же с ним я рекомендую собой заняться, заявил Кушанашвили.